доброе утро друзья я всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре я смотрю что у нас судя потому что показывает система очень большой интерес сегодняшнему вебинару это прекрасно уже более 100 человек подключились меня зовут сергей кулешов рядом со мной андрей силаев и нас сегодня целый мастер-класс он будет в основном своем содержать живую демонстрацию у меня всего несколько слайдов буквально отбивочных в моей презентации в нашей презентации и прежде чем начать я хотел бы с вами парочку организационных вопросов решить первый это собственно говоря проверка нашей системы значит для тех у кого нет звука где видят сейчас слайд наверное пытается что с этим сделать тут вся инструкция написана для тех кого звук есть я прошу вас в закладке questions вот как показано примерно на скриншоте прислать нам плюсик окей минусик пожелание доброго утра и любой любые другие добрые слова которые у вас для нас накопились так спасибо большое я сразу вижу обратную связь всем доброе утро да и на этом же слайде напоминаю что у нас традиционно ведется видеозапись вебинара это означает что вы сможете ее посмотреть потом еще раз или сколько угодно раз в удобном для вас режиме это конечно очень удобно если вдруг вас что-то отвлечет в процессе вебинара не переживайте всегда можно посмотреть видеозапись и так значит у меня есть еще один маленький вопрос традиционно стараюсь его задавать на вебинарах он нам немножко поможет возможно где-то сконцентрироваться если мы увидим действительно популярную сферу буквально в двух словах напишите нам вопросики такой микро интерактив с аудиторией напишите на вопросики из какой сферы бизнеса какую сферу бизнеса вы представляете нам примерно для себя понимать с кем мы сегодня общаемся это будет нам немножко помогать поэтому надеюсь что не это вас не затруднит так ну что ж наверное с формальностями у нас покончено спасибо большое за то что присылаете о я вижу что у нас довольно большое большой разброс по разным сферам бизнеса здесь и полноценный оффлайн например скалодром одежда я смотрю до коммерса много различного и конечно же наши партнеры и интернет маркетинг отлично спасибо большое это будет нам пожалуй полезно знать в качестве очень краткого вступления я хотел бы сказать что вообще мы сегодня не делаем никакого обзора самой платформы битрикс наша задача совсем другая я лишь напомню что вообще битрикс уже несколько релизов подряд наверное два три года очень активно мы развиваем маркетинговую составляющую нашей платформы и выпускаем в общем довольно серьезные инструменты обновляем инструменты которые позволяют вести полноценный хороший серьезный маркетинг для интернет магазинов ну и не только интернет магазинов вообще наш мастер-класс конечно касается интернет-магазина и в общем блок email маркетинга зачастую конечно используется там мы будем наверное затрагивать свою другую тему вы смело задавайте нам вопросы в вопросе я буду за ними следить пока андрей будет вам показывать и рассказывать всякие нюансы и детали и начнем мы сегодня с обзора обзора модуля email маркетинг который стоит у нас из двух больших частей и для того чтобы к этому обзору перейти мы откроем нашу установочку давай так сейчас я андрею передам компьютер я надеюсь ты справишься с управлением а микрофончик поставим вот так вот здравствуйте я тут андрей так начнем с обзора меню маркетинг у нас есть меню пункт меню email маркетинг где мы можем управлять рассылками создавать их отправлять основные пункты меню это список рассылок где мы можем видеть сами рассылки группы адресов списке адресов мои шаблоны и рассылки сайта давайте добавим рассылку через мастер при наверное напомним что это обычная рассылка да то есть которая отправляется по какому-то расписанию например или когда вам необходимо сделать разовую акцию и разовую рассылку по какой-то группе своих подписчиков в общем случае да но есть способ отправки автоматически по расписанию отправка также по какому-то определенному расписанию то есть как в качестве какого-то бизнес-примера это может быть очень часто используется рассылка каких-то новинок или новостей из интернет-магазина да то есть настраивается рассылка на примерно отправку там в 11 часов утра вторника и этот механизм автоматически собирает допустим новости вставляет их тело письма и отправляет по группе подписчиков да ну давайте рассмотрим самый простой случай когда нам нужно расслать обзор новинок в магазине или какой-то анонс какого-то мероприятия то есть мы создаем рассылку анонсы и собственно выбираем сайт и переходим на следующий шаг на следующем шаге мы выбираем получателей рассылки здесь у нас имеются уже группы но мы создаем новую группу группы давайте поясним это группа получателей в которые могут быть импортированы или набраны специальным поиском по фильтр уже имеющихся подписчиков да то есть рассылка может содержать много выпусков примеру мы назвали рассылку анонсы и она может содержать вы можете в нее добавлять выпуски отправлять конкретные выпуски и отправлять их по одной и той же аудитории то есть к примеру мы хотим отправить всем покупателям магазина мы выбираем фильтры магазин покупатели нажимаем добавить фильтр и здесь у нас появился блок который говорит о том что уже выбрали у нас есть четыре адреса собственно теперь если мы мы укажем здесь название покупатели и мы можем дополнительно отфильтровать правильно я понимаю да здесь по количеству заказов и сумме заказов до последнего заказа то что точнее сегментировать да вот среди нашей выбор и однажды создав эту группу при покупках после уже создания этой группы если кто-то будет покупать на сайте то они автоматически будут попадать в эту группу да если выполнить соответствующие условия да то есть повторно создавать группу или как-то обновлять не нужно все это будет происходить автоматом и однажды создаем группу до добавляем покупать покупатели и если нам необходимо исключить какие-то адреса к примеру нас было отписавшиеся можно создать группу отписавшихся на самом деле отписавшиеся автоматически отфильтровываются но мы можем дополнительно создать примеру если мы переводим базу с какого-то там рассылки там свои отписавшиеся с какой-то пометкой вот как мы делали да то мы сами загружали новую базу оттуда и добавляли черный список группу здесь мы добавляем исключение которым никто не будет отправлен ни один выпуск этой рассылки и следующий шаг это мы создаем сам выпуск выпуск это конкретный текст конкретное письмо с конкретного дата и отправки мы выбираем шаблон и указываем тему письма это мы начинаем распродажа таким образом клиент наши покупатели получит письмо вот с такими с такой темой письма мы можем использовать еще такие персонализации это для каждого получателя мы индивидуально проставим к примеру имя и отправитель мы указываем какой-то там наш адрес который мы отправляем он автоматически здесь запомнится и нам предложат в следующий раз его выбрать далее мы а вот прерву тебя извини андрей скажи мне откуда возьмется например имя то есть если вот у меня я захочу допу добавить сюда вот так вот имя и сказать ну то есть сделать личное обращение если у меня в базе только email и соответственно ничего не появится конечно если в базе только email и то вместо name будет первая часть а первая часть email до собачки важный момент да но если в базе есть имена в основном ну в нашем случае у нас подписчики интернет-магазина и здесь конечно до покупателей они конечно будут с именами если у нас есть доставка то то есть тут ими берется из профиля пользователя платформы и здесь открывается у нас редактор новый редактор который добавился этой зимой который она позволяет не ломая верстку возможность редактировать текст как ухты круто и прочее да то есть мы здесь редактируем только текст и он то есть открывается отдельный визуальный редактор для этой вот маленькой области до обалдеть то именно область которую мы можем отредактировать и давайте там укажем приветствие нашим получателем далее здесь мы можем настройки и к примеру можем отредактировать там цвет кнопки а это прям отдельные настройки именно но до нажимая саму кнопочку и мы можем поменять и там цвет текста цвет он а и и к примеру заменять картинку да то есть мы сможем еще до закинуть можем ее отредактировать редакторе надо нанерировать как ты надо нанеровать и прочее да когда мы закончим с нашим текстом мы еще можем перекинуть какие-то блоки удалить их и либо копировать то есть она не дубликата надо и и поменять полностью содержимое этого письма на то как вы хотите после редактирования этого письма скорее всего нам потребуется вот этот наш шаблон когда мы уже поменяли телефоны и прочее нам требуется возможно в следующий раз чтобы его не редактировать следующий раз мы поставим галочку сохранить мои шаблоны с названием основной и когда следующий раз мы запустим мы выберем моих шаблонах уже основной и только поменяя к примеру текст а уже картинка и прочее нам останется также есть еще поле для ввода параметров во все ссылки то есть возможно в вашем письме есть пять-семь ссылок которые отправляют на какие-нибудь товары либо на странице сайта и вам необходимо добавить в каждое каждую такую ссылку метку вашей рекламной кампании и для этого чтобы не проходить руками и не проставлять каждой ссылке ютэн метки вы можете один раз вот здесь указать их перечислить так как они указаны у вас браузер к примеру там мы можем указать ютэн соус равно и какая-то наша метка плюс еще один какой-нибудь параметр а знак вопросика добавится автоматом все уже его не обязательно указывать главное чтобы они были перечислены через амперсан так же как и в ссылке в ссылках проверяем все ли мы указали и возможно мы захотим захотим еще посмотреть раз мы первый раз создаем шаблон как нажимался наше письмо выглядит на мобильных телефонах о классно по статистике сейчас превалируют трафик с мобильных телефонов конечно зависит от отрасли но это очень важный аспект да здесь мы сразу можем видеть также в итоге все будет как выглядит будет ваше письмо на мобильном телефоне либо на планшете и диск все нам все понравилось мы нажимаем следующий шаг и попадаем на расписание отправки мы можем брать вручную то есть для того чтобы отправить вручную нам придется прямо нажать на кнопочку отправить либо отправить определенное время мы выберем это однократная отправка но в определенное время то есть если я хочу отправить например завтра но не думать об этом завтра до сегодня настраивать какой-то конкретный день и время день и время или также у нас еще есть возможность периодической отправки по расписанию это по дням неделям возможно возможно по определенному времени и по определенным днем месяца это для писем которые содержат динамическую информацию правильно да это способ отправки он подходит когда мы например хотим рассылать новости сайта раз в неделю мы указываем воскресенье или даже понедельник утром в четыре часа утра ужасно да согласен давать будем будильником для наших пользователей 8 часов утра в понедельник мы пришли мы письма с 8 часов утра начнется рассылка и люди получат письмо уже придут на работу откроют здесь можно указать конкретные даты месяца до чтобы отправлять не по дням неделям а в какие-то определенные даты если есть такая за задумка у вас к примеру там 4 числа каждый месяц и там 4 5 6 а потом 12 13 можете это определять сейчас создался выпуск создался выпуск и мы можем теперь указать адрес и отправить письмо на свой ящик который мы указали и посмотреть его как же у нас по-настоящему будет выглядеть в email клиенте да или в веб-интерфейсе gmail и так далее и убедиться что он совпадает с тем что вы видели в предпосмотре дальше мы можем посмотреть все ли правильно сохранилось обычно проблем никогда не было убедиться с расписанием да может быть поменять расписание если вы все-таки передумали но мы мы просто переходим к отправке нажимаем отправить и выпуск начинает отправляться по адресам получателей которые указаны в группе рассылки кстати на технически немножко вопрос когда настраивается расписание она срабатывает на хитах или там можно на крон или там агент вешается на крон если вы настраивали на своем сайте отправку через крон используете нашу виртуальную машину то будет отправка идти через крон если вы специально ничего не настраивали то отправка будет идти через агенты которые на хитах отработает также да также люди сталкивались с проблемой что они используют отправщики яндекс либо мы отправляли через эти сервисы что и эти сервисы могут иметь ограничения по количеству письма отправляемых за единицу времени там тысячи в час либо не больше там 100 писем за 10 минут и для таких случаях мы в настройках и настройки добавили пункты указания количество писем которые будут отправлены настройки виртуальной машины нет здесь то есть давай заглянем покажем эту историю настройка модули рассылки да то есть у нас есть настройки это мы можем убрать способ агент отправка через агент и крон но я так понимаю что при рекомендуемый настройке виртуальной машины агенты будут все равно срабатывать на кроне да то есть если у нас правильно настроена вообще работа с агентами на сайте, то есть они должны работать, отправляться, точнее, выполняться через крон, то да, в данном случае все равно будут работать через крон идти. Но если нам необходимо специальным образом запускать рассылки, то мы можем использовать крон, но это все нужно делать вместе с администратором и быть подготовленным. Я поясню, почему вообще задаю такой вопрос. Для малопосещаемых сайтов, а особенно для тех, кто, например, запланирует отправку в ночное время, когда посещаемости на сайте может быть вообще ноль, то отправка на хите не произойдет. То есть не возникнет человека, который зашел на ваш сайт ночью, чтобы инициировать запуск рассылки. Поэтому, если у вас малопосещаемый ресурс или запланирована рассылка в какое-то там непопулярное время, где действительно может оказаться ноль человек на сайте, то нужно настраивать, предварительно об этом позаботившись, настраивать отправку через крон или выполнить наши рекомендации по настройке агентов на запуск по крону. Это несложная настройка, и хостеры это поддерживают, и наша виртуальная машина это вполне нормально поддерживает. Так что спросите вашего администратора. Да, и опять же, возвращаясь с настройками по количеству, у нас есть пункт «Количество писем для рассылки агентов за один запуск» и интервал в секундах между запусками. То есть у нас, к примеру, будет отправляться по пять писем каждые 20 секунд. В зависимости от требований вашего отправщика, если есть на него ограничения, то вы можете с помощью этих двух настроек настроить. Кстати говоря, вот здесь на работе с агентами на хитах тоже может возникнуть нюанс. Если мы настроим такую штуку, а посещений на сайте не будет, то агенты будут вставать в очередь, а потом на первом же хите отправится сразу большая пачка. Но они все равно отправятся с интервалом. А, интервал все равно сработает. Ну, отлично. Тогда все хорошо. Да, но сам факт запуска будет только после хита. Да, после какого-то хита на сайте. Да. Далее, если мы в следующий раз захотим отправить еще раз какой-нибудь анонс по той же самой группе получателей, мы... Анонс, ладно. У тебя даже двое анонсов. Да, теперь уже двое. То мы выбираем здесь в рассылках уже существующих анонсов. Нажимаем следующий шаг. Уже не заполняем название, ни ничего. И выберем в моих шаблонах основной, который мы до этого выбирали. И мы видим, что загрузился наш тот шаблон с зеленой кнопочкой. И теперь обычно анонсы отличаются тем, что они имеют немного другой текст. То есть вы меняете... Ну, само содержание. Да, только само содержание. Уже внешний вид у вас настроен. И нажимаете «Сохранить». Следующий шаг. И вы уже имеете следующий новый выпуск. Такой же, только по сути скопирован. Так, я смотрю, что у нас появляются некоторые вопросы. Давайте, пока мы не перешли. Я, так понимаю, готов к следующему обзору, на участие. Так, запись вебинара. Тут вопрос, Андрей, конечно, будет. Я в этом начале говорил и повторюсь еще раз. Запись вебинара ведется, и она будет выложена на нашем канале в YouTube буквально к вечеру. И, естественно, в рассылке всем участникам идет ссылочка. Так, как установить... Так, подождите. По приложению облачной версии Bittrex 24 странно, что здесь появляются эти вопросы. Давайте мы пока не будем на них отвечать. Они немножко не по теме. Можно ли как-то из шаблона удалить верхний баннер? Если нравится весь шаблон, кроме этого баннера. А баннер вообще не нужен. Давай покажем. Сейчас только вот эту штуку немножко уберем, чтобы она не мешала. Так, если речь идет о вот этом баннере с девушкой. Тут есть логотип, но, скорее всего, вы имеете вот этот в виду. Да, да, речь именно об этом. То мы можем просто здесь отредактировать, загрузив нашу картинку. Либо нажав, либо закинув, либо просто его удалить. И у нас здесь появится... Я правильно понимаю, что перезинченный блок сюда. Если мы оставим это поле пустым, оно просто исчезнет из рассылки. Да, то есть мы можем нажать на предпосмотр. И уберите, что там ничего нет. И его здесь нет. Но, скорее всего, вы можете закинуть. Честно говоря, я не знаю, как это будет. На маке это надо сильно нажать. Да, то есть вы можете перенести свой какой-то текстовый блок, к примеру, либо свою картинку, либо как-то по-другому организовать это пространство. И требований по наличию этой данной картинки нет. Так, я надеюсь, что мы ответили. Так, сейчас еще посмотрим. Стронные предприятия. Сейчас. И настройки надо на сервере, чтобы рассылка не попадала в спам. Ну, вот это один из самых популярных вопросов. Мне кажется, нам нужно вообще отдельно вебинарную эту тему какую-то собрать, потому что тут много именно технических нюансов. Ну, в двух словах, если можешь прокомментировать? В двух словах, все, что зависит от модуля, он делает. То есть, чтобы не попадало письмо в рассылку, в спам, то каждое письмо должно иметь свою ссылку на отписку, где получатель сможет отписаться. Мы это выполняем, мы прописываем это в заголовках, указываем эту ссылку в конце письма. У нас даже по умолчанию идет. И все основные вещи, которые делаются для того, чтобы письмо не попало, это делается на почтовом сервере. То есть, деким, сертификаты и прочие подписи, которые будут подтверждать, что ваш почтовый сервер доверенный и прочее, это все делается на стороне почтового сервера. И если вы используете сервер, сервис, к примеру, там Mail.ru, либо Яндекс для отправки, то там обычно условия выполнены. Да, эти условия уже выполнены. И главное соблюдать там правила по нагрузке на отправку, по количеству писем, которые будут отправляться за единицу времени, и по самому содержимому. Ну и, конечно, если вы отправляете по своей базе клиентов рассылки, то если даже у кого-то возникнут какие-то вопросы, то вы сможете это быстро решить. Но если вы используете свой почтовый сервер, то вам нужно поговорить с вашим администратором, который там сможет это все настроить. На самом деле, для большинства почтовых служб, ну, таких основных, это Mail.ru, Яндекс, Gmail, есть специальные статьи и рекомендации, каждый сервис их выпускает, статьи и рекомендации по настройке почтовых серверов, которые с ними взаимодействуют. Там очень детально рассмотрено, какие сертификаты должны быть установлены, как должна быть произведена настройка. То есть, в принципе, опытный администратор, изучив там буквально три страницы в интернете, может запросто настроить любой сервер на довольно уверенную работу с основными почтовыми сервисами и, соответственно, исключить попадание таких писем в спам. Но давайте мы не будем сейчас вот прям детально в это погружаться. На самом деле вопрос довольно широкий, и, может быть, мы подумаем сделать на эту тему отдельный вебинар по настройке нашей виртуальной машины и какого-то своего сервиса. Так, давайте дальше по вопросам. Так, так, так. Можно скопировать HTML-содержимое вместе с версткой и вставить в шаблон рассылки для сайта предыдущей версии. Я так понимаю, здесь вот получить HTML, можно попробовать получить этот HTML. Если мы сюда нажмем... И отсюда мы можем... Да. Отсюда мы можем скопировать просто все. Все, все, все. И это чистый HTML, который может быть использован в любом, в общем-то, отправщике почты. Даже можно себе в Outlook скопировать и отправить. Наверное, что-то из этого получится. Про трекинг что-то расскажешь про строенное? Ну, давай я уберу вопросики. Каждое письмо, которое отправляется, каждому получателю, все ссылки, которые в нем имеются, они оборачиваются специально в другие ссылки. И таким образом человек, который, получая письмо, переходит по ссылкам, он отмечается в статистике. В том числе и просмотры. То есть у нас в модуле есть учет и просмотров, и учет и кликов для каждого отправляемого письма. по... Так, это у нас тридимые ссылки. Посмотреть мы можем статистики выпусков. Это у нас будет график. График об эффективности выпуска. Сколько было отправлено, сколько было из них прочитанных, сколько переходов было совершено по ссылкам, сколько было отправок с ошибками в процентах и прочее, и сколько отписалось. То есть вот трекинг вот этих всех действий, он ведется. Если же у нас выпуск периодически, то мы будем иметь вот такой красивый там график с выпусками, со статистикой по изменению параметров, описавшихся, перешедших по ссылкам, прочитавших. Таким образом, вы можете следить за качеством ваших выпусков, за их содержанием, и, собственно говоря, вырабатывать свой собственный какой-то стиль, свой контент, который будет максимально эффективно отрабатывать для вашего вида бизнеса или для ваших покупателей. Также есть еще топ-переходов по ссылкам, где у нас указывается количество переходов и по какой ссылке переходили. То есть мы считаем, что в письме больше 15 ссылок, наверное, нет смысла указывать. Да, вряд ли. Пусть только будет использоваться. Поэтому 15 уникальных ссылок, здесь выводы данной статистики ограничиваются 15 ссылками. То есть сохраняется, конечно, больше, но здесь выводится именно 15. Далее мы можем еще в списке адресов посмотреть, какие именно адреса. Мы можем детально узнать, кто именно читал, переходил, кликал, отписывался, и какими адреса. Это и выполняли, и посмотреть более детально. Возможно даже связаться с этим человеком, узнать, почему же он отписался от вашей замечательной рассылки. Да, написать ему письмо. Да, написать ему письмо. Действительно. Так, простроенный трекинг окей. Давайте еще пару вопросов. Довольно много. Сейчас мы попробуем выбрать самые интересные. Вопрос с CRM не первого сна. Двухсторонняя интеграция с CRM. Я думаю, пока нужно подождать. Ну, пока такой интеграции просто нет. Да, сейчас я понимаю, у тебя идет работа над модулем рассылок для Bitrix24. Ну, как формы, но, при этом, у нас уже идет работа. Да. Какую редакцию? У нас бизнес, да? Да. Или малый бизнес? Ну, бизнес, скорее всего. Да. Мы обычно показываем на бизнесе как на самой такой функциональной редакции. В чем разница между агентом и кроном? О, давайте я быстро поясню своим простым языком, как тоже не технарь. крон – это то, что инициирует запуск чего-то со стороны сервера. То есть, грубо говоря, если вы, на самом деле, должны быть вопросы, в связи с чем разница между хитом и кроном. Хит – это когда… У нас вообще, давайте с этого начнем. Начнем с того, что сайт не работает, когда на него никто не зашел. То есть, если сайт никто не открывает, то сервер не выполняет никаких действий, он просто спит, грубо говоря. Как только на сайт зашел посетитель, браузер дернул сервер и запросил у него интернет-страничку, которую надо показать, сервер разработал, начал выполнять какие-то вычислительные действия, в том числе, если там был сохранен агент, который должен на первой ближайшей операции отправить почту, он в этот момент начнет отправлять почту. У нас есть настройка, там пять писем отправятся, соответственно, на этом хите, то есть, человек зашел, сработал агент, агент вытянул почту и отправил, и запустил специальный скрипт отравки почты. В случае, когда вы используете крон, это настройка на стороне сервера. Это когда операционная система сервера по определенному расписанию, она это умеет, запускает определенные скрипты. То есть, грубо говоря, крон смотрит, когда наступило определенное время, в сервере, независимо от того, зашел на него человек или не зашел, сработал будильник, он запустил специальный скрипт, запустилось ядро битрикса, узнало, что там есть агент, который должен отправить почту, и он его отправляет. Грубо это выглядит так. То есть, крон, собственно, отменяет необходимость ожидания хита. Как я еще раз говорю, это актуально на малопосещаемых сайтах, или наоборот, может быть, актуально на очень высокопосещаемых сайтах, где срабатывание отправки почты на чем-то хите может затормозить просмотр и увеличить нагрузку на сервер. Здесь надо подходить как бы разумно, понимая, выбирая тот или иной вариант, но крон является универсальным и рекомендуемым. Так, если у вас в лицензии бизнес немножко по-другому, скорее всего, не ставят какие-то последние обновления, значит, вы просто недообновились. Так, отчетов. Да, это мы показали. Компоновки, фильтр, отправились только новые элементы инфоблока, по-моему, там такой есть блок, да? Я тут даже хотел бы показать. Немножко подробнее рассказать. Да, для компонентов новости мы выпустили обновление, в том числе для обновления модуля email-маркетинга весной, в марте. И у нас появилась возможность в настройках компонента новостей поставить. А мы можем это показать? Да, можем. Давай, тогда сейчас мы перейдем к показу динамической, потому что здесь несколько вопросов именно про динамическую информацию. мы сейчас про нее детально уделим, этому немножко времени. Сейчас хочу сказать про отказ от рассылки. Мы сказали, да, конечно, есть веб-версия писем. Веб-версии нет. Нет. Но если это необходимо, пишите. Да, в общем, это можно реализовать, но не такая сложная задача. Под какие клиенты заточены шаблоны? Насколько я понимаю, это универсально. Мы старались охватить как можно больше клиентов. Мы тестировали на мобильных клиентов. на мобильных клиентах. Это Apple Mail, например. Тестировали мобильные Gmail, Яндекс, Mail, Yahoo. Также мы тестировали десктоп-версии. Outlook, Thunderbolt. Ну, в общем, я так понимаю, что в тестирование основные популярные, в общем-то, входят. Достаточно много, да, которые в основном используются людьми. Тут мы просим тебя говорить чуть погромче, говорить чуть погромче, да, чтобы было комфортнее. Так, про отписку еще тут вопрос, нужно ли вставлять этот блок. Это по умолчанию вставляется, его отдельно вставлять не нужно. В нашем стандартном шаблоне, да, он есть, если его не удалили, то он останется. Вообще в компонентах есть специальный блок отписаться, да? Можно его добавить в любой свой собственный шаблон. Да, по-моему, у нас есть там. Сейчас мы про это посмотрим. Так, если несколько доменов, от какого отправлять выбор есть? Когда вы выбираете сайт, к которому привязана рассылка, это и есть как раз-таки использование домена при отправке. Здесь еще одна особенность. Когда мы составляем письмо, мы можем не указывать ссылки с доменом, а можем указывать только пути относительно корня, ну, главных стены сайта. Да. Да. И в зависимости от сайта рассылки у нас подставится домен из настроек сайта. Из настроек сайта. совершенно верно. Так, я предлагаю перейти дальше. Тут я смотрю по поводу версии Витрикса что-то. У тебя тут, может, беты стоят какие-то, которые недоступны еще? Ну, давай заглянем. Это, в общем, такое может быть, не, не пойдем. Сейчас не будем это проверять, потому что к локальному подключен репозиторию, я понял. Не будем сюда смотреть. Так, давай посмотрим на динамическую информацию и заодно на блок отписки от рассылок. По поводу версии, пум-пум-пум, мы, наверное, уточним сейчас этот момент. Пока Андрей показывает. да, посмотрите, у нас есть здесь маленький блочок отписаться от рассылки. Если мы на него нажмем, то увидим, что это ссылка, которая имеет просто вот такую, такое постановочное поле, как от Собсарвис, Собскаин Блинк. Да, можно здесь написать любой текст, по-любому оформить саму ссылку. Да, то есть ссылку вы можете сами менять и делать ее в виде хоть кнопки. Так, какие у нас дальше вопросы были? Динамическая информация. Так, давай я вот это уберу, чтобы мне не мешало. Вот так. Так, вот у нас компонент списка новостей. Как перетащить? Нажать на, сильно нажми на это самое, да, во, и тащи. Давай я, давай я перетащу. О, типа того. Ага, так. Вот мы добавили в шаблон компонент списка новостей для почты. И вот, посмотрите, у нас есть две настройки появились. это количество новостей на странице. В этом блоке. Да, и не отправлять выпуск, если недостаточно указанного количества новых элементов галочка. Таким образом, если у вас, допустим, вы настроили рассылку раз в неделю по воскресеньям или понедельникам в 8 часов утра, то и добавили в эту рассылку компонент списка новостей с такими настройками, то в случае, когда компонент запустится, да, когда запустится рассылка, то будет проверяться сколько же есть на данный момент у вас есть новостей активных. Если их, кажется, меньше пяти, то рассылка прервется и одно письмо не будет отправлено. Не будет отправлено, в связи с с нарушением условия. Да, раньше же у нас была отправка с пустым, с пустотой вместо этого компонента. Я так понимаю, что мы можем выводить новости и любую другую динамическую информацию. То есть, это может быть и какие-то товары, новинки последние, еще что-то. То есть, все, что на сайте в инфоблоках хранится, в каталоге, это может быть корзина покупателя для триггерных и так далее. Здесь можно бросать компоненты от генерации купонов, мы хотим дать купон на 3% скидки, там настраиваются у нас процент скидки на товары. Мы просто бросаем в область шаблона. Туда же можем добавить еще компоненты товаров и списка товаров, корзины и заказываем. Да, но тут вопрос по поводу отписки от конкретной рассылки. Тут вопрос, если создать новую рассылку, то человек снова ее получит. На самом деле это не так. Если человек нажал хоть раз отписаться для вашего сайта. Если человек нажал отписаться от рассылки, то он отпишется конкретно только одной рассылки. Но при переходе по ссылке для отписки для него выводятся все рассылки, на которые он подписан. Даже если человек выставит галочки для каждой рассылки, то есть от всех рассылок на данный момент он отпишется, то если вы создадите новую рассылку, то он все равно ее получит. Я так понимаю, надо просто создавать некую группу отписавшихся, чтобы не спамить. Или как-то можно решить этот вопрос? Да, этот вопрос можно решить. Но его можно решить, мы его сделали как раз таки для нашей компании. Его можно решить с помощью группы, в которой добавить отписавшийся от всех рассылок группу, фильтр отписавшийся от всех рассылок, но, к сожалению, по-моему, на данный момент это еще не вышло. Обновление еще не вышло. То есть в самое ближайшее время оно должно появиться. То есть такой фильтр появится, отписавшийся? Да, то есть, например, вот мы сейчас зайдем в рассылку, получатели, и вот здесь группу мы можем выбрать группу, в которой находится фильтр отписавшийся. А что это за фильтр? Он выбирает, кто отписался вообще от всего или кто отписался от чего-либо, когда-либо? Фильтр возвращает всех отписавшихся, которые когда-либо нажимали на кнопку отписаться. Мне кажется, это очень важно. Но здесь можно выбрать какой конкретный рассыл. Понятно. То есть, либо все, либо какая-то. Таким образом можно организовать так называемый черный список. То есть, мы создаем группу, называем ее черный список. и черный список. И далее эту группу, в группу эту добавляем отписавшихся с фильтром все. И эту группу нам придется добавить каждую рассылку. Таким образом, любой человек, отписавшийся хоть от одной рассылки, он попадет в данную группу. Да, и ему не будет отправлено соответствующие. И при отправке любой из рассылок, другой любой рассылки, даже новой, если мы добавим новую рассылку эту группу, то он не получит. Отлично. Но это скоро выйдет в обновлениях такая штука. Отлично. Я предлагаю переходить к триггерам, потому что по ним тоже есть вопросы. И покажем сейчас триггеры быстренько, как они примерно создаются. Там же мастер-то примерно такой же. Триггерные рассылки, они очень схожи с обычными рассылками, но они запускаются по какому-то триггеру. То есть что-то должно случиться, и это будет спусковым крючком для запуска рассылки. И еще одно, наверное, ключевое отличие от обычной рассылки, то что здесь целая цепочка писем со своими какими-то условиями паузы между письмами. мы можем настроить не только отправку одного письма, но еще цепочку. Мы представляем предустановленные готовые шаблоны триггерных рассылок. И любое, давай хулиганство возьмем. Ладно, давайте хулиганство. Она у нас, по-моему, наполнена. Здесь можно выбрать как из готовых, так и создать свою собственную рассылку без шаблона. То есть здесь мы выбираем отправителя и сайт названия. И попадаем на страницу условий запуска и остановки. Настройки триггера, да, и выхода из цепочки. Да. Готовый шаблон предлагает нам уже триггер, давно не заходил на сайт на условия запуска и достижение цели заход на сайт. Мы можем выбрать другие условия. Давай вот здесь на секундочку притормози, я поясню. Давай даже вот так. Что вообще и для чего триггеры нужны? Во-первых, у триггера есть одна особенность. Он запускается индивидуально для каждого пользователя вашего сайта. То есть, грубо говоря, если у вас есть покупатель, который зашел на сайт, у вас зарегистрировался, вернее, купил что-то, при этом зарегистрировавшись, но не возвращается на ваш сайт в течение определенного промежутка времени, то для него индивидуально это какой-то Иван Петрович сработает триггер давно не заходил на сайт, настроенный вами соответствующим образом. Здесь у нас настроено 111 дней, ну, это шутка, конечно, но, грубо говоря, этот триггер сработает именно так, индивидуально для этого конкретного Ивана Петровича. Извините, если имя с кем-то совпало. Также есть другие варианты спускового крючка. Это давно не покупал, то есть, не просто не заходил, а именно не делал заказа и не оплачивал его. Забытая корзина, то есть, если человек оставил корзину с товарами и сайт ушел, и с сайта ушел. Кстати, в этом случае мы можем, по-моему, настроить, да, через сколько дней после того, как он ушел, да, можно запустить ему триггер. Это просто заход на сайт, то есть, человек пришел на ваш сайт, и это может быть крючком для отправки ему письма. То есть, мы можем что-то ему отправить, поприветствовать его или еще что-то сделать. Есть изменение статусов заказов, то есть, он среагирует на изменение заказа. Мы выберем даже, какой статус, в смысле, на какое изменение должна среагировать эта рассылка. Да, а выбор статуса, это мы ограничиваем определенными статусами, а не на каждый заказ, который изменился. Да, конечно. Мультиформа, кстати, что это? Это мультиформа, не стоит пока смотреться. это пока, понял, мы вам показываем самые сокровенные из разработки. Понятно, да, соответственно, также статус заплат заказа, создание нового заказа, то есть, мы можем отреагировать по умолчанию, триггером на какое-либо событие. Давай сейчас вернемся, пока давно не заходил на сайт, и пока ты дальше делаешь, я скажу еще, что партнеры, то есть, разработчики, интеграторы сайта могут добавлять для вас новые условия для запуска. Для этого есть API, документация, и в принципе партнер может запросто для вас настроить какие-то уникальные условия запуска. То есть, если на вашем сайте происходит что-то, чего мы не предусмотрели, но оно для вас важно для запуска рассылки, это можно доработать. Поэтому не ограничивайтесь этим списком, выдумывайте свои режимы запуска рассылки. А, и достижение цели, да, это, собственно говоря, в какой момент прекратить рассылку, если человек, собственно говоря, выполнил то, чего мы от него ждали. Здесь тоже несколько вариантов, хотя бы пояснили. То есть, условия запуска, это спусковой крючок, после которого начинается рассылка. Достижение цели, это, помимо отметки в статистике, сколько человек достигло, какого-то там, выполнило целевое действие. Это же еще условия остановки рассылки. Допустим, здесь у нас цепочка отправки из четырех писем человеку и он уже после первого нашего письма да, вы понял, то, что вы хотели. Это легче понять на примере оплата заказа и создания нового заказа. То есть, точнее, создание нового заказа и создание нового. То есть, когда человек создал новый заказ, мы, когда человек создал новый заказ, мы отправляем ему цепочку писем, которые мотивируют его оплатить заказ. Но, если человек сразу же после первого письма оплатил заказ, то нет смысла ему отправлять еще три письма. И, как раз-таки, установка вот этого условия оплата заказа остановит эту цепочку и следующие три письма, если он после первого оплатил, они уже не будут ему отправляться. Также, если создать две триггерные рассылки создания заказа и оплата заказа, а вторую рассылку оплата заказа создания заказа, то можно создать бесконечный цикл цикл, который, если человек попадет в зеркал, то будет вас покупать и создавать заказ. Постоянно придется покупать, чтобы вы его не спамили. Да-да-да. Ну, давай дальше. Мы создали рассылку и у нас, собственно говоря, вот здесь вот есть закладочка с письмами, которые показывают вот у нас в этой хулиганстве, в этом четыре письма, которые уйдут и вот здесь определенно у нас, собственно говоря, через сколько после события, да, то есть сразу, давно не заходил на сайт 11 дней, сразу сработает и отправится первое письмо, еще через день второе, еще через день третье, еще через день четвертое, если не произойдет достижение цели в каком-то из этих промежутков, да, как только произошло достижение цели, цепочка прерывается. Если цель не достигнута вообще, то цепочка останавливается, прерывается на последнем письме и, в общем, эта рассылка прекращает свое существование до срабатывания каких-то следующих рассылок. Да, то есть мы по каждому письму можем еще отредактировать содержимое, использовать визуальный редактор новый, который у нас есть, и использовать, который будет использовать один и тот же шаблон, и если вы поменяете один шаблон, то у вас изменятся там все ваши письма. По каждому письму можно внести свои изменения, настроить конкретное содержимое, и также вы можете менять их местами, менять их местами, менять интервал через сколько минут, часов, дней, недель. Тут отправлено каждую минуту по письму. Да, причем начиная с первого письма, то есть вы можете не сразу после того, как мы выполним целевое действие, а, к примеру, через 10 минут сделать отправку. Также, если человек отпишется, то есть правила отписки действуют в рамках триггерной рассылки так же, как и в обычной. Если человек отписался от рассылки триггерной, то ему больше не будет приходить, то есть даже если он будет выполнять действие, триггерная рассылка не будет для него запускаться. и если человек выполнил одно и то же действие в течение, к примеру, 10 минут, то есть успела только запуститься на первое действие рассылка, то при повторном ее действии, к примеру, он еще один заказ создал, рассылка не запустится триггерная, потому что уже есть действующие. Они одинаковые, да, и зачем спамить одними письма. И у нас есть здесь страница, где мы можем отправить все письма на определенные адреса, которые мы укажем здесь, чтобы проверить, протестировать, да. Ну и просто нажать кнопки отправить. И, конечно, у нас надо не забыть нажать кнопочку запустить. То есть сейчас статус после создания статуса рассылки взвести курок, чтобы рассылка была готова к отрабатыванию. Да. Давай еще заглянем в статистике. Покажем тоже, что здесь собственный трекинг также есть. Вот у нас триггерная рассылка отмененный заказ. И он ее действие, целевое действие это создание заказа. Когда она запускается, когда человек отменил заказ. И вот мы видим здесь также статистику по для скольки пользователей была рассылка запущена, триггерная, сколько выполнило из них целевое действие, сколько отписалось, и сколько вообще было отправлено писем, открыто, и сколько переходов по ссылкам, по всем письмам. И самое классное вот это, после какого письма достигнута цель. здесь конечно тестовые данные поэтому мало информативно, но у нас идут строки это письма, и мы можем видеть по изменению длины зеленых облачков, на каком, после какого письма больше всего выполняется целевых действий. Обычно это конечно после первого. Ну да, понятно, всегда надеемся, что первое письмо достаточно крутое, чтобы вызвать желание выполнить целевое действие. Так, 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 забытую корзину протестировать, человек не срабатывает. Да, там не все так просто с ней. Дело в том, что если вы настроили отправлять корзину, сейчас покажу. Давай вот, сейчас вопросики уберу, чтобы они не загораживали нам экран. Ага. Допустим, сейчас рассылка не важна здесь, нам важен запуск. Забытая корзина. Дело в том, что если здесь указано одно один день или два дня, то оно запустится только для тех, кто забыл именно в тот день. Если была корзина забыта 10 дней назад, а вывод здесь укажется один день, он не сработает для тех, кто забыл корзину 10 дней именно назад. Только конкретный интервал. То есть 100 дней назад значит только для тех, кто конкретно в тот день, который был 100 дней назад. Да. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы если вы вдруг запускаете рассылку, решили просто пощелкать и то такую триггерную, то чтобы если у вас огромный объем данных на вашем сайте, не запустить по всему этому объему данных всем сразу письма от большим поток. То есть есть такое ограничение. Но если вы хотите обработать старые данные, то есть запустить тем рассылку еще дополнительно для тех, кто забыл корзину. Ранее чем. Более чем на один день в данном случае, то надо поставить галку и она запустится только один раз для этих всех данных и дальше будет работать в обычном режиме для тех, кто забыл только один день назад. На самом деле я понимаю, что тут вопросы даже поглубже, что, видимо, проверяли, но что-то не срабатывает. Возможно, надо обратиться просто в техподдержку, ребята подскажут, на какое событие посмотреть или где там в базе заглянуть, сработал ли триггер. В общем, в документации по идее должно быть достаточно данных, чтобы с этим разобраться. Почту берет из зарегистрированного аккаунта или может брать почту после оформления заказа, если юзер не зарегистрирован. Вы знаете, дело в том, что у нас система не позволяет оформить заказ без регистрации, то есть в любом случае профиль пользователя будет в системе создан, если заказ был оформлен. Так что тут вопрос, в общем, да, берет оттуда. несколько условий совместить. Мне кажется, просто несколько разных расциклов должно сработать. Или какое-то кастомное условие. Мы хотели сделать такую возможность для нескольких условий, но нам показалось слишком сложно для людей. Для пользователя потом настраивать это будет сложно, потому что не всегда очевидно, когда какие условия срабатывают, и плюс еще добавить их несколько, то это было бы сложно. Но вы можете обратиться к партнерам, либо сами обратиться к документации по разработке и создать свой триггер, так называемые условия запуска, который будет включать все условия, которые необходимы. То есть иметь расширенные настройки запуска и реагирования. так, я смотрю, статистику по триггерам можно ли отсматривать по не понял ничего, по старым корзинам, смотри, по периодам, чтобы отслеживать изменения писем. Статистику по триггерам можно смотреть по периодам. то есть, грубо говоря, о чем вопрос? О том, что у меня был триггер такой, я работал он месяц, а потом я решил поменять контент писем. И смогу ли я узнать, сравнить вот эти два периода, до изменения письма и после изменения писем? или это лучше две разные рассылки сделать, чтобы их сравнивать? Сравнить мы сможем, но только в режиме просмотра списка адресов. По списку просто отфильтровать и посмотреть? В данном случае у нас просто здесь нет дополнительных условий. Подождите, подождите секундочку. Мы можем сравнить только давно здесь даты нету, да, но на самом деле данные все собираются и у нас будет в дальнейшем давай мы это возьмем как сейчас пожелание, чтобы добавить фильтр. У нас планируются доработки и как раз таки то, что касается статистики в том числе. И мне кажется вот это. Да, спасибо большое вам за вопрос, мы себе это отметим обязательно. Так, 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 с корзинами, мы вроде пообсуждали больше адресов, как собрать больше адресов для рассылки. Если человек покупает, то редко когда возвращается, в этом случае рассылка бесполезна. Знаете, это на самом деле вопрос философский. Я даже готов слегка подискутировать на эту тему, потому что на самом деле сбор адресов это довольно-таки ну как сказать, это задачка, которая требует там иногда очень креативного подхода, иногда там стандартного подхода. На вашем сайте если есть трафик и есть возможность с этим трафиком как-то взаимодействовать, ну сайт у вас есть, значит, как-то взаимодействовать, если трафик хоть более-менее целевой, то, конечно, сбор адресов можно делать различными интересными способами. В частности, я готов даже привести несколько любопытных примеров. Давайте попробуем открыть, например, сайт издательства Man, One of the Ferber. Если вы, к примеру, захотите посмотреть на какую-то книжку и будете ее, ну, вам понравилась какая-то книжка, да, вы на нее смотрите, вот здесь вот интересный способ привлечения e-mail'ов. Получите главу. Конкретная глава, где искать успешных и редких кандидатов и подбирать топ-менеджеров. Указав сюда свой электронный адрес, вы главу этой книжки совершенно бесплатно получите на электронную почту. Поняли идею, да? Это вот как из примеров, на мой взгляд, очень оригинальных и очень действенных примеров получить электронную почту. Есть, сейчас, я не знаю, осталось ли это на Вестфалике. Там была тоже любопытная история привлечения e-mail'а. Я вот, правда, к сожалению, не уверен, что она сохранилась. Ну, это да, это не очень любопытно, здесь осталось. Получайте наши новости. Просто подписаться на акции, ну, это не самый действенный на самом деле метод. Есть и, да, здесь, к сожалению, а может, я путаю. Я знаю один метод. Это предложить какую-то сумму, к примеру, 500 рублей на счет, если вы подпишетесь на рассылку. Ну, это да, такой метод в лоб. Дать скидку или предложить какое-то условие, которое... Не факт, что деньги эти будут использованы, но получать вашу рассылку... Да, они все-таки будут. и если они потом потратят, то они же потратят опять же в вашем магазине эти деньги. деньги и скидка, это понятный мотиватор, конечно, это самое простое, что можно сделать. Я тут, то есть уже о более таких ювелирных методах получить e-mail человека. В качестве примеров вот вам привели. Так, что еще у нас под тобой по программе? Мы про новинки хотели поговорить? Да. Давай посмотрим у нас в презентации. Есть, это мы с вами уже посмотрели, показали, вот есть такой списочек новинок, которые у нас даже еще, наверное, не вышли или вот-вот выйдут. Нет, как раз-таки весной они уже вышли. А, это уже все вышедшее. Просто с момента предыдущего вебинара мы про них не говорили еще. Нас долго просили, мы наконец сделали повторную отправку выпуска подписчикам, кому письмо было отправлено с ошибкой. То есть, как раз-таки случай, к примеру, ограничений по количеству письма за единицу времени, наложенные, к примеру, и Яндексом или e-mail.ru, через которые отправляют люди. Бывает, что люди выбиваются из этих ограничений и их письма сразу же получают статус неотправленных. То есть, e-mail.ru или Яндекс их не отправляет, а в модуле они проставляются как отправлены с ошибкой. И, конечно, часть из них была отправлена, часть не была отправлена, и нужно было бы добить, конечно, по тем оставшимся адресам. Сейчас это рядом с кнопкой отправить. Давай покажем, если это есть у нас. Где-то было, конечно, где у тебя были ошибочные рассылки. Я сейчас посмотрю. честно говоря, это готовая к отправке, да, неотправленная. сейчас, наверное, не найдем. Рядом с этой кнопкой будет, точнее, ее не будет, а будет кнопка отправить неудачным. Да, вот, может быть, вот здесь. Да, переотправить ошибочным адресатом. То есть, сама уже рассылка отправлена, и мы можем еще раз нажать. Хорошо бы, чтобы еще система сообщала о том, что там что-то не так пошло. Давай дальше, какие у нас вопросы. Дальше. Возможность постановки на паузу и полной остановки отправляющейся рассылки. Да, к примеру, у вас идет рассылка, к примеру, у вас идет рассылка на 10 тысяч адресов, началась, и вы вдруг понимаете, и вы вдруг понимаете, что у вас рассылка, в рассылке в письме самом ошибка, и вам нужно срочно ее поправить. Вы как раз таки можете зайти и нажать на кнопку паузы, которая здесь будет иметься, если статус отправки в процессе отправки. То есть, вы можете нажать остановить, либо поставить на паузу. она на паузе уже стоит, появляются кнопки отправить, то есть, продолжить отправку, или остановить совсем. То есть, вот такие очень важные кнопки уже появились у нас, управление рассылкой во время отправки. Далее появился индикатор процесса отправки рассылки. Он выводит процент рядом со статусом выпуска. То есть, мы здесь уже видели, это вот отправлено 60%. Он, конечно, не обновляется ежесекундно. У него, по-моему, какой-то есть там для снижения нагрузки, конечно. Какой-то, да, там есть у нас где-то в 15 писем, по-моему, или в 20 задержка. То есть, он каждые 15 писем будет или 20 писем обновлять. И это показывается процент не только на детальной странице, но еще и на списке, что очень удобно. Далее поддержка возможности остановки рассылки при отсутствии новых новостей. Мы уже говорили, то, что мы показывали. И сейчас поддерживается это только компонентом новостей. По товарам и новинкам тоже уже так будет, Да, скорее всего, будет. Если новинок-то не появилось, новых, что у них рассылать? Также добавлена настройка ограничения количества писем за один запуск при отправке кроном. То есть, чтобы у нас не все 10 тысяч писем через крон начинали отправляться и висели долго. Нет, а можно это сделать теперь отправкой порциями. Кстати, тоже важная настройка. Если большая база рассылок и вдруг она сработала в час-пик посещения сайта, сайт может здорово затупить на моменте отправки большого количества писем и затупить надолго. Поэтому тоже надо внимательно относиться к таким деталям. Так, ну и самое главное, наверное, для часто работающих с отписавшимися, к примеру, это детальная страница адреса у нас появилась. Давай посмотрим это в списке адресов. Да, в списках адресов у нас есть теперь возможность с адреса перейти в детальку, где мы можем поменять сам адрес, поменять имя пользователя и просмотреть, каким списком он занесен. Это у нас все списки, в которые он занесен. Мы можем сами добавить его, здесь убирать, посмотреть, на какие рассылки по сайтам он подписан. Здесь вот разные сайты указаны. То есть даже можно также перенести, подписать его самим вручную и также касается о каких он отписан проверить и вкупе с возможностью отфильтровать здесь по e-mail, это вот у нас здесь поле e-mail, мы получаем инструмент. К примеру, вам позвонили позвонил клиент, который пожалелся, что вы меня запарили со своими письмами, отпишите меня. И вы как раз таки сможете спросить e-mail, его имя и отфильтровать, найти его здесь в списках, если вы работаете, конечно, через списки, и зайти настроить его адресы. Либо же добавить вручную этот адрес в черный список, собственно, сюда и проставить во все и отписаться от конкретных рассылок. Или в будущем появятся, группу черный список. Так, что у нас там еще осталось? Блочный цвет кнопки, это мы тоже уже показали. Там были небольшие, да. Ну, понятно, что улучшение продукта мы всегда работаем, это безусловно. Такой краткий обзор того, что, собственно говоря, происходило из последних обновлений с последнего вебинара по e-mail маркетингу. Так, 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 давайте посмотрим. А, вот, Вадим, все-таки вопрос по поводу того, что нету всех этих данных. Да, кстати, Вадим, если у вас не установлен модуль e-mail маркетинг, то у вас может этого всего не быть. Зайдите, пожалуйста, в, давайте, даже быстренько покажу это дело. Это вам нужно зайти в настройки модуля. Да, и, соответственно, там в модулях будет в списке модулей и там вы, собственно, установите этот модуль и у вас сразу все появится. Хотелось бы, что модуль установлен. Ну, наверное, надо нам с вами как-то попробовать в рамках техподдержки этот вопрос постараться решить. Я предлагаю обратиться техподдержку. Сейчас мы в режиме онлайн вам, боюсь, не сможем помочь. Так, ну, что же, можно ли обновить до последней версии модуль? Не обновляя сам модуль магазина? Да, конечно, модуль e-mail маркетинг, отдельный модуль, который можно отдельно обновить. При установке обновлений вы можете выбрать, какие модули обновлять, какие нет, но там могут быть связи на самом деле, там не все модули отдельно обновляются, надо детально посмотреть именно на этот модуль. Скорее всего, можно. Несколько адресов в качестве исходящей почты, и чтобы их Bittrex использовал рандомно, а то юзер может добавить адрес в спам. Типа заблокировать конкретный адрес, а вы профессиональный спамер. Есть у нас такая возможность? Нет, но вы можете легко поменять адрес. А, ну это на самом деле, да, это можно, наверное, сделать с помощью разработчика какой-нибудь хитрый скрипт. мог написать, пока такую просьбу еще не встречаем. Да, первый раз вы нам такое говорите. Ну что ж, на самом деле у нас на сегодня программа исчерпана вроде как, да, давайте мы поотвечаем кратко на вопросы, буквально еще пять минут и будем завершать с вами. Так, чем у нас сейчас рассылки заразил сервисы и маркетинга? В сервисе это старый модуль, да? Да, это наш старый модуль подписки-рассылки, по-моему, назывался и он не содержит никаких нововведений, которые у нас есть в email-маркетинге. Его развитие, собственно, было померено остановлено. Сейчас он поддерживается, там ошибки, по-моему, все равно исправляются, если не находятся, но новые возможности, новые фичи не появляются. Я даже поясню, это связано с переходом на новое ядро, на ядро D7, было принято решение разработать новый модуль с нуля и сделать его действительно крутым, функциональным. то, что мы сейчас показываем, это модуль из раздела маркетинг. И он, собственно говоря, туда, кстати, по поводу переноса из старого модуля в новый рассылок. Что-то мне Юра говорил про него. При создании группы вы можете выбрать фильтр, который называется подписки-рассылки. Это перенос пользователей подписок. А самих рассылок, наверное, не получится перенести. Ну, а сами рассылки, а что вы хотите переносить, именно статистику или по-моему он там не собиралась, либо тексты, писем, ну, так тексты можно взять отдельно. лучше в новом шаблоне собрать заново, наверное. Да. А, там сами запуски, то есть настройки по временным расписаниям. Конвертации мы не делали, потому что оно совсем сильно различается. Так, несколько примеров email-рассылок. Вот, к сожалению, с примерами, вы знаете, у нас не очень хорошо, потому что надо было, наверное, наших маркетологов пригласить. Они делают всякие ссылки. Да, кстати говоря, возможно, лучше отдельный вебинар по их опыту. Да, давайте я сейчас себе пометочку поставлю, мы попробуем на следующий вебинар по email-маркетингу пригласить наших email-маркетологов, чтобы они рассказали о своем опыте. Хотя он у нас на самом деле довольно узкий сегмент, да, то есть мы не ритейлеры, в том смысле, что не совсем e-commerce, у нас несколько другой подход, мы работаем в основном по маркетингу всякие нюансы. Но в целом, наверное, им есть чем поделиться, попробуем их позвать отдельно. Так, а вот по многосайтовости разные рассылки для сайтов, ну да, это вроде мы показывали даже, можно, конечно, для разных сайтов разные рассылки. Да, у нас при создании рассылки выбираются сайты, соответственно, разные группы создаются, разные сайты, разные рассылки. И можно поменять сайт уже в существующей рассылке. Да, можно перекидывать туда-сюда. Ну что ж, ладно, я смотрю, вопросов больше не поступает. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам. Да, мы будем готовить для вас запись. Я смотрю, у нас очень много остались с нами до конца, за что вам отдельное большое спасибо. Так, Вадим, по поводу все модуля, вы попробуйте написать техподдержку, можете меня найти в нетворке, я помогу вам сориентироваться или там, ну, где-нибудь, на основном сайте есть мой электронный адрес, можно написать Сергей Кулешов, меня зовут, и мы попробуем с вами решить этот вопрос с версиями модулей. А так, спасибо большое, на этом мы заканчиваем, сейчас ждем вас на следующих вебинарах, задавайте... Субтитры создавал DimaTorzok